Ну что, друзья, всем салют, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, а это прослушка. Пришло время заценить новиночки, которые я до сих пор не прослушал. Больше всего мне хочется прослушать Бульвар Депо, его скоро альбом выходит, по-моему, на этой неделе уже. Так что, ну, по-любому. Давайте прям с него и начнем. У нас тут, по сути, немного синглов, но, может, я еще что-то вспомню. Поехали. Начнем с X2. Не терпится уже услышать альбом. Мне кажется, это будет мощно. А, стоп. Он, по-моему, клип же представил. Может, реакцию на клип лучше сделать? А я потом сел. Все. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ништяк, ништяк. По флоу, мне кажется, ничего нового, конечно, тоже депошка. Так, стоп. А что, уже альбом вышел? Стоп, 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 стоп. Почему тут тексты есть на Genius? Странно, тексты есть, а... Я что-то путаю. Все художники прошлого в музее. Так, следующий трек Angry Toys. Прикольный сэмпл. А, вот клип на эту песню. Ошибочка вышла. Хорош. Ну, этот мне больше нравится. По-моему, он поприкольней. И чисто музончик. Хорош. Так, Егор, Крида и Локдога. Слушать не будем. Осуждаю. Так, Кезару кто такой вообще? Не слушаем тоже. Ну, Локи Мин, давайте. What? Локи, что это такое? Около дабстеп. Звучок. Ну, дабстеп. Максимально странный звучок. Ну, вообще, вот этот дроп. Ну, качает. Я просто раньше слушал подобную музыку. И гонял на тусовке. Потолкать. Он накат сделал, да? Вот так вот резко закончили, да, значит? Что можно сказать? Удивил звучком. Этим проигрышем, дропом. Не знаю, как хотите, называйте. По тексту, по флоу, в принципе, слушабельно. Вообще, ну, особо как-то не напрягало. Я помню, напрягался с некоторых треков Локи Мина. Вот. Но здесь слушается нормально. И флоу в стиле Локи, мне кажется, ничего особенного вроде как я не услышал. Вот. Это мое мнение. Идем дальше. Матранк, Вельветовые часы. Неплохой альбом представил Матранк. Интересно, что нас сейчас ждет. Мне уже нравится начало. Мне нравится вообще, когда так... Как назвать это я? Где-то там глухие эти биты. Мне очень нравится эта тема. И сейчас прорвется. Очень атмосферная музыка такая. И текст прям задуматься. Вот, я не знаю, закрыть глаза. И улететь. Но не перебивай меня, мы можем их спастить. И знаю тебя. Очень классно вообще. Добавлю себе этот трек. Вообще очень крутой. Очень крутой трек. Где нам точно повезет. Классно. Вообще не думал то, что я буду слушать Матранка. Но альбом его меня очень впечатлил. Очень крутая работа. И вот этот сингл тоже очень хороший. Мне кажется, ему надо двигаться вот в этом стиле. Не делать. Вот у него были просто... Одна вот конкретно песня, которую нельзя называть. И мне кажется, это не то. А вот это очень круто. Ну, это на любителя, конечно, на вкус и цвет. И я вообще, по сути, никто, чтобы что-то такое говорить. Он сам решает, в каком направлении ему двигаться. Но вот это, как мне кажется, очень-очень круто. Офми довольна. К сожалению, до сих пор не прослушал его альбом. Но он уже выпускает новый сингл. Я только одну песню слышал. Экипаж. Я ее гоняю в плеере. Очень крутая работа. С Хаски и Болливуд.ФМ. Я пока ни одного слова не понял. Так, ну, звучит-то неплохо. Несмотря на то, что текст у него практически не проговаривается. Вот, звучит неплохо. Добавлю себе или нет, не знаю. Но, релиз нормальный. Так, I can kick it. Мне кажется, в Гонфлат, I can kick it. Мне кажется, здесь у нас отсылочка к старому-старому треку. Can I kick it? Был такой, по-моему. И Гонфлат решил, что он I can kick it. Что он can kick it. Вот. Слушаем. Бас, конечно, пипец. Это он же, что ли? Охренеть, круто по-флоу, вообще красавчик. Оу, серьезно? Я думал, это русский чувак какой-то будет. Я думаю, это русский чувак какой-то будет. Не слышал даже до этого. Но тоже интересно его было. Заценить на BT. Оба хороши. Так, давайте пробежимся по лейблам. Посмотрим. Хан-джи-мэ. Что у них там? Что-то, по-моему, было. Или нет? Castle. Time after time. Слушаем сразу. Очень крутой EP у него. Если не слушали, зацените. Так, ну скоро альбом, по-моему, у них. Как мне кажется. Было бы круто, если бы на этой неделе был. Потому что фоточку они выложили. Ну, антибанды, я такой подумал. Не обложечка ли это? Не промы ли фотографии? Так, начало красивое. Как круто. Реально, как будто какой-то зарубежный исполнитель. Уровень прям. Такой soulчик. В основном здесь клавишный. Я думал, может, тоже будет какой-то альтернативный рок. Ну, что-то в этом роде. Как coldplay и так далее. Но... Прикосно. Но нет. Это совершенно другой стиль. Тоже добавлю себе. Детажечка была. Вообще балдежная тема. Я не знаю, Кастл смотрит, что это или нет. Это очень круто. Аслан. Аслан. Вот. Аслан, спасибо за музыку. Спасибо за творчество. Это очень круто. Прям. Вообще кайф. Респект. Классно. Ну, мне просто нравится такая музыка. И альтернативный рок, и джаз, соул, блюз и так далее. Поэтому, наверное, поэтому я и кайфанул с релиза. Так, идем дальше. Кого еще можно послушаться? Как это в новом рэпе я почему-то не увидел данного релиза. Кали и кисло-сладкий с Боно. Крутеный. Ну, давайте заценим. Кисло-сладкий с Боно на музыке 36. О май гад. Мне кажется, в альбоме у них тоже там 104 еще засветится. Посмотрим. Мне кажется, качевая тема. Это, кстати, плюс Кали. То, что он с ними записался. Это ему поможет как бы. Ну, весьма агрессивно. Бит хорош. Почему-то сразу мне отскочится. Весьма... То есть, не весьма. Очень просто по тексту. Не хочется расстраивать своим мнением никого. Но, как мне кажется, было бы куда круче, если на релизе был чисто Кали. Я понимаю то, что многим нравятся кисло-сладкий и Боно. Но круче только Кали здесь. Как будто бы... Может, я просто давно не слышал его, но это одна из лучших работ у Кали. Не считая вот кисло-сладкого и Боно. Ну, он здесь реально неплох. И мы зло топовое. Я надеюсь, я никого не забыл. Если не прослушал, то потом как-нибудь, наверное, на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии. Чего понравилось больше. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.